Это спортивное известие с начала греко-римской борьбе. Михаил Вишневецкий и Руслан Абдиев добились многообещающего успеха на чемпионате Европы среди юниоров не старше 20 лет, который принимал Рим. Харьковские классики выиграли золотую и бронзовую медали. На высшую ступень педестала в столице Италии поднялся Вишневецкий. Студент третьего курса биотехнологического университета перенствовал самой тяжелой и престижной весовой категории до 130 килограммов. Поход за титулом он начал поединком с лидером сборной Армении Альбертом Варданяном. Стартовая схватка почти всегда валидольная. Вот и Вишневецкому пришлось изрядно постараться, чтобы одолеть неуступчивого соперника с минимальным перевесом 3-2. В четвертьфинале воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Тимченко и заслуженного мастера спорта Димитрия Тимченко выяснял отношения с чехом армянского происхождения Артуром Саркисяном. Вот с ним Михаил разобрался досрочно, набрав 8 сухих баллов. Немало нервов 20-летний харьковчанин сжег своим тренером по ходу полуфинального поединка с Талипом Чевчи, которому уступал 0-6, но затем всех успокоил, в том числе и соперника, уложив его на лопатки. Финал – вершина турнира, на которую пытались забраться ноги, а дошли Вишневецкий и венгр Адольф Бажа. Это была их четвертая очная встреча, после которой харьковский борец установил паритет. Михаил Вишневецкий одержал победу 2-1 и стал чемпионом Европы. Студент Харьковского педагогического университета Руслан Абдиев представлял сборную Украины веся до 82 килограммов. И надо же такому случиться, что слепой судьбы случайный жребий свел его уже на старте соревнований с чемпионом мира и Европы среди кадетов и будущим триумфатором римского переносоконтинента Ачико Балквадзе из Грузии. Поединок ожидания оправдал, соперники оказались достойны друг друга. Грузинский борец выиграл лишь по последнему баллу активности. Обидное поражение, но шанс на медаль 19-летний ученик тренеров спортивного клуба «Волна» Виктора Клинцова и Юрия Протопопова не упустил. Получив возможность побороться за третье место, Абдиев победил Хамзу Сердканли из Швеции со счетом 3-0 и удостоился бронзовой награды юниорского чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Женская футбольная сборная Украины обыграла Венгрию в шестом туре отборочного раунда чемпионата мира 2023 года. Матч проходил в польском Жешуве и украинки были сильнее 2-0. В первом тайме отличилась Дарья Кровец. На 90-й минуте харьковская нападающая турецкого клуба «Фомгет» Ольга Авдейчук установила окончательный счет. Турнирных дивидендов этот успех украинским футболисткам не принес. После поражения от сборной Шотландии со счетом 0-4 у них не осталось шансов пробиться на чемпионат мира. В группе «Б» сине-желтые занимают семью очками четвертое место. Харьковский шпажист Роман Свечкар не снискал славы на чемпионате Европы по фехтованию в Турецкой Анталии. Личный турнир подшифтный заслуженного тренера Украины Ирины Адакиенко завершил на 45-й позиции. В командных баталиях вместе с Игорем Резлиным, Яном Сычом и Владимиром Станкевичем занял шестое место. Одолев Австрию и проиграв Израилю, украинские мушкетеры в утешительном турнире зачехлили венгров 45-40 и уступили 7 уколов швейцарской сборной. Марина Литовченко стала абсолютной победительницей международного рейтингового турнира по настольному паратеннису, который завершился в Чешской острове. В одиночном разряде чемпионка Токийской паралимпиады выиграла два матча группового этапа в полуфинальном противостоянии и в финале подопечная Андрея Исакова не оставила шансов соперницам из Швеции, победив их в сухую 3-0. В парной категории Литовченко озолотилась вместе с еще одной харьковчанкой Маргаритой Салтановской в миксе с Максимом Николаенко из Запорожья. Островский турнир был одним из отборочных этапов на чемпионат мира по паронастольному теннису, который состоится в ноябре в Испании. Александр Шариков, Алексей Заржицкий, Светлана Бреус. Спортивное известие. Харьков. Редактор субтитров А.Семкин